МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Как будет развиваться профсоюзная организация ядерного центра? Ее председатель Антон Ульянов выступил перед журналистами. Тихая охота. Как наслаждаться грибами без риска для жизни и здоровья? Елена Богданова приняла участие в фестивале «Айрон Стар Нижний Новгород-2024». Далее расскажем обо всем подробно. Многие представляют профсоюз как организацию, которая только выделяет путевки и организовывает праздники. Как отмечает председатель профсоюзной организации РФЦВНЕФ, это только одно из направлений работы. Коллективный договор предполагает дополнительные отпуска от трех до пяти дней для тех, кто работает на станках. То же самое касается и тех, кто трудится на полигонах. Профсоюз ВНЕФ активно поддерживает доноров крови. Самое важное – это вся социальная сфера. Всего, во всей госкорпорации, во всех ее предприятиях и городах сохранилось пять детских оздоровительных лагерей. Из них два в Сарове, один – НИИСовский и Сережа, три, по сути, сегодня в контуре Российского Федерального Ядерного Центра. Из пяти – всей страны РУСА. Это, безусловно, благодаря действиям и директора, и всей администрации, и, безусловно, профсоюзной организации. Это и дома культуры, стадион, база отдыха, родничок. Финансирование на все это во многом идет из коллективного договора и благодаря тому, что он существует. Главная цель профсоюзной организации – представлять и отстаивать интересы работников, защищать социально-трудовые права. Профсоюз помогает в спорах между сотрудниками и работодателем. По словам Антона Ульянова, за прошлый год в комиссию по трудовым спорам пришло всего шесть жалоб, две из которых были отозваны после переговоров. Когда работнику порой кажется, что его какие-то трудовые права нарушаются, он начинает сначала взаимодействовать внутри правкомов, консультируется, и да, выясняется, что все вроде бы в порядке. Если его это не удовлетворяет, он идет дальше. И вот эта многоступенчатая, по сути, комиссия по трудовым спорам – это последняя стадия этого разбирательства перед судами. И раз уже туда доходит всего 4-6 жалоб, это означает, что эта работа с одной стороны ведется. В планах у профсоюза ядерного центра внедрить в здоровье проект, который бы позволил каждому члену организации в приложении на смартфоне просматривать весь набор услуг, найти справочник, пользоваться скидочными картами на товары и отдых в санатории. Пока проект запустят в виде пилота. У профсоюза есть программа «Профсоюзный дисконт», которая предоставляет льготы и скидки. Также профсоюзная организация готовит цикл семинаров для развития мягких навыков у специалистов. Мы будем готовить, я думаю, целый цикл семинаров, может быть, даже тренингов, приглашать специалистов и давать возможность профессионально развиваться только членам профсоюза. Ну, безусловно, потому что это наша аудитория, но мы как раз должны показать коллективу, что это очень важно сегодня. Профсоюзная организация РФИАЦ ВНИЕФ насчитывает более 13 тысяч членов, что составляет почти 70% от общего числа работников. Профсоюз ВНИЕФ – одна из крупнейших организаций в Российском профсоюзе работников атомной энергетики и промышленности. Как отмечает Антон Ульянов, высокая численность профсоюза позволяет ядерному центру и профсоюзной организации ВНИЕФ эффективно работать в рамках коллективного договора. Коллективный договор – основа и единственный возможный способ реализации всех социальных программ. Сохранение численности профсоюза и привлечение новых людей – одна из задач организации. Также в числе задач – быстрая реакция на новые вызовы. Мы должны ускоряться. То есть скорость принятия решений, скорость элементарного документа оборота, скорость движения, скорость изменений наших планов должен быть значительно выше. Мы должны быстро реагировать на все происходящее. У нас более 13 тысяч членов, но мы тоже обязаны все эти процессы автоматизировать, мы должны цифровизировать. Профсоюз РФЦВНИЕФ тесно сотрудничает с территориальной профсоюзной организацией, проводит для нее образовательные семинары. Профсоюзы совместно проводили занятия для школьников в рамках проекта «Профтренд» на базе Дворца детского творчества. В этом году к программе «Профсоюзный дисконт» подключили также территориальную профсоюзную организацию. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. До 1 января следующего года все государственные и муниципальные и унитарные предприятия должны либо ликвидироваться, либо сменить форму собственности. В Сарове 8 МУПов. На очередном заседании комитетов депутаты обсудили условия приватизации имущественного комплекса МУП «Комбинат школьного питания». Учреждение планирует преобразовать в общество с ограниченной ответственностью. Для этого потребуется утвердить состав имущественного комплекса, утвердить перечень объектов, подлежащих приватизациям, определить размер уставного капитала ООО в 23 млн 663 500 рублей. Общество с ограниченной ответственностью уже будет полным правоприемником Саровского унитарного предприятия, комбинатского школьного питания по всем правам и обязанностям, ну, с соответствующим оформлением передаточного акта. Также администрации города Сарова утвердить устав общества «Комбинат школьного питания», значит, направить депутата городской думы в состав совета директоров. Директора МУП «Комбинат школьного питания» Галину Иванову в новом положении устраивает не все. Проект устава для всех ООО администрация делает по единой структуре, но у директора предприятия есть свой устав, который, на ее взгляд, отвечает всем нюансам и требованиям организации. Также у руководителя комбината школьного питания есть вопросы к коллегиальному органу ВОО – Совету директоров. Не сказано, что ВОО должен быть Совет директоров, потому что для акционерного общества, да, это закон требует. Мне совершенно не нужны лишние коллегиальные органы. В моем устале сказано, что если принять какого-то решения, не нужно подъявить все время к нотарицу и заявлять. В этом же, вот, значит, такое решение, я уже принимаю, это будет обязательно так. То есть надо будет у нотарицу постоянно звереть. То есть я говорю, что есть, есть. Ну, а мой устав, оказывается, не тот читательский. По словам Сергея Пряхина, вписать Совет директоров в общество с ограниченной ответственностью решила администрация. Некоторые депутаты выступили в поддержку позиции КУМИ. Либо мы действуем в русле утвержденных документов, которые разработала администрация, либо идем на поводу у директоров предприятия. Администрация считает, что вам необходим коллегиальный орган. Ну что? Депутаты предложили Галине Ивановой сделать сравнительную характеристику своего проекта устава и КУМИ и представить результаты для предметного обсуждения. Проект решения о приватизации имущественного комплекса МУП «Комбинат школьного питания» вынесли на заседание Думы. Также комитет рассмотрел изменения в условии приватизации МУП «Товарная база». Предприятие вышло с предложением изменить название будущего ООО в базовый комплекс. Предложения также вынесли на заседание Думы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Школьная форма, обувь, рюкзаки, концтовары – необходимые вещи на гуманитарном складе Центра Милосердия. В преддверии 1 сентября основная задача – подготовить деток из многодетных и малоимущих семей к школе. Неравнодушные саровчане и организации приносят сюда как новые, так и бывшие в употреблении вещи. Главное условие – они должны быть в хорошем состоянии, без дыр и пятен, желательно проглаженными. Юбочки, жилетки, платьица, брюки у мальчиков, пиджачки. То есть разного цвета, потому что в разных школах разные цвета. У нас идут и черные, и синие где-то. То есть вы приносите сюда, мы это все вывешиваем. И вот перед началом школьного года у нас тут обычно паломничество родителей. Они приходят, все выбирают и очень благодарят. Ну и портфели, если в хорошем состоянии остались, ранцы там, то они тоже нужны. Гуманитарный склад круглогодично формирует продуктовые наборы для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Более 50 семей в настоящий момент получают такую помощь. Сейчас на складе достаточно гречки и муки. Но остро не хватает макарон, пшена, риса и консервов. Можно также приносить подсолнечное масло, чай, кофе, конфеты и печенье длительного срока хранения. Чтобы нам не приходилось искать пожертвований, делать закупку, мы будем благодарны жителям, если они принесут продукты вот нам сюда. Мы периодически выдаем бесплатный прокат, средства для инвалидов, технические средства для инвалидов. То есть люди приходят сюда и спрашивают инвалидные коляски, ходунки очень, прям, очень так вот постоянно спрашивают, противопролежневые матрасы. Если у вас от родственников что-то такое осталось, мы будем благодарны, если нам это принесут. Для проката также всегда требуются детские коляски, и особенно люльки для младенцев. Для лежачих больных примут в дар памперсы, впитывающие пеленки для взрослых. Основные размеры – 2 и 3. Детские подгузники нужны всех размеров. Очень актуальны гигиенические средства. Их стараются выдавать многодетным семьям. Не оставайтесь равнодушными. Помочь тем, кто в этом нуждается, проще, чем кажется. Гуманитарный склад Центра Милосердия работает на прием по вторникам и четвергам с 13 до 19 часов, по субботам с 9 до 12 часов, по адресу улица Пушкина, дом 24А, телефон 77099. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Отличать ядовитый гриб – один из главных навыков грибника. Ложные грибы порой легко спутать со съедобными. Например, у белого гриба по всей ножке расположена светлая сетка. У желчного она желтоватая, а нижняя поверхность шляпки – розоватого цвета. Мякоть белого гриба на срезе всегда остается белой, в то время как у желчного она быстро начинает краснеть. Второй двойник белого – сатанинский гриб – отличается толстой розовой ножкой, а его мякоть на срезе не только краснеет, но и синеет. Грибник Вера Язева советует не собирать те грибы, которые вызывают хоть малейшее сомнение. Тем более, если вы только начинаете свое знакомство с тихой охотой. Если появилось хоть малейшее сомнение о каком-то грибе, съедобный он или нет, не у всех есть под рукой книга-определитель грибов, вот, например, как у меня их целых две, то лучше гриб не брать. Это вот 100%. Есть сомнения – гриб не берем ни в каком виде. Если вы начинающий грибник, то для похода в лес надо подготовиться. Чтобы в корзинку попали только съедобные грибы, нужно изучить, как они выглядят. Сходите на тихую охоту в сопровождении опытного грибника, который наглядно покажет вам те грибы, которые можно собирать. Идти в лес за урожаем лучше всего после долгих обильных дождей. Если вы увидели всего один гриб, то это хороший знак. В радиусе нескольких метров обязательно растут еще несколько. Для долгих лесных прогулок необходима и правильная экипировка. Надевайте закрытую одежду, резиновые сапоги. Голову защищайте кепкой, панамой или платком. Во время тихой охоты Вера Язева советует использовать палку. В наших лесах и в окрестностях Сарова все-таки водятся ядовитые змеи, гадюки. И когда, например, мы идем по лесу и, например, видим гриб, то мы, например, его не сразу рукой срубаем, а немножко там палочкой траву раскрываем. И во избежание того, чтобы не встретиться со змеей. Еще палочка очень удобна, особенно осенью идешь, очень много паутины. То есть и ты перед собой эту паутину снимаешь. И я еще иногда там стучу по деревьям, тоже чтобы немножко так распугивать тех же самых змей. Как только вы возвратитесь домой с корзиной грибов, сразу их переберите, промойте и почистите. Вера Язева советует прокипятить грибы несколько раз, чтобы все примеси и мусор ушли в воду. Я отвариваю грибы все. Иногда даже, когда, ну, уже это просто моя такая особенность, я иногда даже два раза отвариваю, то есть две воды меняю. И почему их лучше перед заморозкой, например, отваривать, они так меньше места в морозилке занимают. Я первую водичку, когда у меня закипает, буквально там минут пять поварила, все это на дуршлаг слила, и второй раз точно так же довожу до кипения, минуточек пять поварила, опять слила. И уже вот закладываю, остужаю и уже в заморозку. Если после употребления грибов у вас появились такие симптомы, как слабость, ухудшение самочувствия, боль в животе, тошнота, рвота, диарея, головокружение, нужно незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи. Заниматься самолечением при подозрении на отравление грибами не стоит. Самостоятельно можно лишь принять сорбенты для снижения симптомов интоксикации. Будьте внимательны к своему здоровью. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич. Служба новостей, Саров, 24. Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич. Дети не только научатся навыкам организации похода, умению вести себя в походе, умению работать по топографическим картам, а также разовьют в себе такие навыки, как организация активного отдыха, умение вести себя в природе, ну и, конечно, это развитие физических качеств, сила, быстрота, воля. Вторая программа включает три блока. Историческое краеведение, основы краеведческого пешего туризма, создание медиаконтента. Занятие будет проводить Вячеслав Викторович Лапашов. В рамках уроков живой истории дети будут изучать летопись родного края, подвиг воинов Нижегородского ополчения 1812 года, выбираться на экскурсии, пешие экспедиции. Обе программы рассчитаны на один год обучения. В рамках этого регионального проекта учреждение получило новое оборудование. Оборудование современное для реализации этих программ. Это книжная витрина, ноутбук, многофункциональные устройства, различные палатки, тенты, спальные мешки, портативные радиостанции, костровые оборудования. То есть все, что необходимо для организации туристической деятельности. В классах сделали брендирование. Педагоги прошли курсы повышения квалификации. Дети будут заниматься бесплатно на базе клуба здоровья ЦВР и детского лагеря «Березка». Для реализации программ выделили 90 мест по 45 на каждое направление. Записать ребенка можно на официальном сайте Центра внешкольной работы и в группе учреждения ВКонтакте. Дарья Козина, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров-24. В Госдуме предложили штрафовать на 10 тысяч рублей хозяев, которые не убирают за своими собаками на улице. Соответствующий закон рассмотрят осенью. Как к этой инициативе относятся саровчане, пойдемте узнаем. Считаю, что нужно. Почему? Потому что тут дети на площадках гуляют. Можно наступить, и вообще это нестетично, некрасиво. Особенно после зимы, весной, все это всплывается некрасиво. То есть штрафы будут уместны? Я думаю, да. Нет, но зачем? Почему? Удобрение. Вам не мешает то, что это все лежит? Я так не замечаю. Хожу, не встречал. А весной? Ну нет, у меня такой нет проблем, что я вот так натыкаюсь. Если натыкался, может быть, наверное, был бы за. Не знаю насчет хозяев. Нужно просто культуру поднимать в обществе. То есть штрафы это не могут сделать? Нет. А как от этого культурный человек станет? Его внутреннее состояние, как изменится? Что он будет изменить свое мышление, как-то сознание? Мне, допустим, не мешает, но если это, допустим, вот дети, вот, я все-таки как-то вот, бывает, прямо идут и не соображают, что это школа или что это детский сад, вот тут я бы уже штрафовала все-таки. Там же дети, это дети, ты же ребенка не заставишь вот идти по дорожке. А вот они побежали друг за дружкой. И вот все. Ну, не знаю, вот тут я считаю, где детские учреждения, все-таки запретить. Обязательно. Ну, надо, если завел животное, нужно убирать. Или в отведенное определенное место нужно собачку водить, как говорится. Собаку нужно уваживать. И природу, бережем природу, конечно. Штрафы помогут справиться с этой проблемой? Я думаю, что да. Смотри, какие штрафы. Будет и чище будет. У нас даже была собака с мужем. Мы всегда ходили вот туда, на лужную базу. Мы никогда во дворе ничего не делали. То есть это мешает? Безусловно. А ходить-то как? И вляпаешься. И неприятно это вот видеть, особенно весной. Штраф можно водить? Наверное, да. Мурфест в этом году пройдет в третий раз. Праздник проводит приют Мурдом. Организаторы постарались составить программу так, чтобы интересно было и детям, и взрослым. На артмастерских можно будет сделать что-то своими руками. Будет работать зона аквагрима. Палатка с бесплатной сладкой ватой. Ведущие проведут игры и конкурсы. Для тех, кто интересуется уходом за животными, ветеринары и грумеры проведут консультации. Традиционно у нас в Мурфесте принимает участие кинологическое объединение Акбар. И в этом году, поскольку наша некоммерческая организация подарит жизнь, которая относится к приюту, и совместно с Акбаром мы выиграли грант на стерилизацию по проекту стерилизацию собак. То в том числе мы презентуем и этот проект, потому что он тоже важен. То есть не только стерилизация котиков, как ранее мы выигрывали, но и собачек тоже. Точкой притяжения на мероприятии будут, конечно, котики приюта Мурдом. На праздник волонтеры берут самых контактных, спокойных и стрессоустойчивых животных. С котиками можно будет познакомиться, погладить их, подержать на руках. Но забрать питомца домой непосредственно на мероприятии нельзя. Для этого нужно будет договариваться с волонтерами отдельно. Будет организован сбор помощи для нашего приюта. Мы будем это все освещать и в нашей группе ВКонтакте в том числе. Но да, будет сбор помощи для приюта. То есть можно будет принести карман, наполнитель, постельное белье, игрушки. У нас будет стоять коробочка для сбора средств. То есть кому удобнее будет денежкой помочь, то мы будем за. И это не все. Для гостей праздника организаторы готовят еще несколько сюрпризов. Мурфест пройдет 7 сентября на танцевальной площадке парка имени Зернова с 12 до 14 часов. Мы приглашаем вас, мы постараемся сделать так, чтобы Мурфест в третий раз прошел точно так же хорошо, как и предыдущие обувь, чтобы все остались довольны. И чтобы самое главное, котики, которых мы привезем, и просто те котики, которые находятся в приюте, поскольку их фотографии мы тоже будем развешивать по всей территории танцплощадки, чтобы эти животные нашли как можно скорее свой дом. Без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Детские улыбки, смех и хорошее настроение. Заключительное мероприятие летней программы библиотеки имени Пушкина выдалось веселым и познавательным. В этом году летняя программа для ребят и взрослых получилась разнообразной, как никогда. Это были мероприятия в рамках нашего летнего проекта «Библионии». Мы очень много интересных тем с ребятами обсудили. У нас было очень много творческих мероприятий. В этом году мы предложили новый проект наш. Он назывался «Интерактивности для любознательных», когда у нас каждый день дети приходили и занимались всевозможной экспериментальной деятельностью, самыми разными активностями. И потому, как дети приходили каждый день, мы видели, насколько им интересны все темы, которые мы им предложили. Также этим летом библиотека запустила серию мастер-классов «Северная сказка». Сотрудники вместе с ребятами делали семейные куклы-обереги, а также рисовали. Для подведения итогов лета ребята собрались в актовом зале. Школьники придумывали рифмы к слову Саров, после чего организаторы предложили дать волю фантазии – порисовать и населить город своими жителями. Не остались в стороне от участия даже взрослые. Много мероприятий было посвящено теме города. И, наверное, это совсем не случайно, потому что, во-первых, мы хотим, чтобы наши дети любили город, а любовь эта проявлялась в достойных поступках – это первое. Второе – в этом году юбилей у нашего города, и, конечно, не могли мы не обойти стороной эту тему. Кроме того, в библиотеке реализуется грантовый проект «Это мой город, это твой город». В его рамках летом прошли мероприятия, которые позволили ребятам посмотреть на Саров с самых разных сторон. Далее школьники сыграли в игру. Нужно было составить слово из букв автомобильных номеров, не изменяя порядок букв. Ребята также составляли ассоциации с адресными табличками. Несомненный плюс таких развивающих игр в том, что в них можно играть почти в любое время, например, прогуливаясь по городу. Сегодня я в зале был регулировщиком на игре. Еще я пришел не один, я пришел с своей подругой. Мы сидели и смотрели, о чем говорят. Нам очень понравилось, мы почти сюда на каждое мероприятие ходим. Да, мы почти ходим на каждое мероприятие, нам очень нравится. И больше всего понравилась игра. Это было очень весело. Что из этой программы летней библиотеки может в школе пригодиться? Вот вопросы о Пушкине, было мероприятие. Было еще мероприятие, супергерои там про муравьев было. И там очень полезно как бы на окружающем мире. Впереди начало учебного года. У сотрудников библиотеки уже есть планы новых мероприятий. Вы можете следить за анонсами в соцсетях и на сайте детской библиотеки. Никита Белявов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, СРОВ-24. В Мэйбл примерно 4 месяца. Мужчина нашел ее на улице и обратил внимание на то, что у девочки больной глаз. На фоне ослабленного иммунитета Мэйбл подхватила герпивирусную инфекцию. Вылечить глаз не удалось. Скорее всего, им она уже не видит. Но второй глаз это компенсирует. И проблем со зрением у Мэйбл нет. Это очень активная, любознательная девчонка. Сейчас она активно пробует меня на зуб. Во-первых, это связано с тем, что у них уже подходит время, когда меняются молочные зубы на постоянные. А во-вторых, в целом, котики у нас это охотники. Охотиться они любят. Поэтому вот сейчас она думает, что для нее большая угроза. И меня надо ликвидировать. При этом девчонка очень ласковая, очень мурчащая. Она любит сидеть на ручках. У Мэйбл есть вакцинация обработки от паразитов. Котенка волонтеры отдадут с условием последующей стерилизации и без самого игула. Девчонка, на самом деле, очень красивая. А крас такой, пользуется большой популярностью. У нас очень большой запрос идет на таких котят. А то, что у нее такой особенный глазик, ну, это ей просто придает изюминки. Поэтому приходите, знакомьтесь с нашей Мэйбл, да? Мэйбл. И забирайте ее домой. Лепесточек родился в приюте Мурдом. Его маму, уже беременную на последних сроках, волонтеры забрали с улицы. Лепесточку пять месяцев. У него сделаны вакцинации и все обработки. Его отдают в добрые руки, также с последующей кастрацией. Лепесточек игривый, шустрый и активный. Но в то же время любит сидеть на руках. С ним важно играть. То есть, он очень хорошо подойдет в семью, где есть дети, для того, чтобы они с ним взаимодействовали, когда есть возможность, для того, чтобы он именно днем набесился, к вечеру же успокоился, ночью с вами спокойно спал. Потому что у котят первое время наблюдается такой немножко дисбаланс режима, что они не понимают, когда активничать, когда не активничать. То есть, могут по ночам по вам дыгадыгать, скакать и так далее. Поэтому очень важно, если вы забираете его, то с ним взаимодействовать, то есть, играть, чтобы он именно свою активность выплескивал через игры. Один из этих обитателей приюта Мурдом может стать вашим другом и членом семьи. Чтобы выбрать и забрать хвостатых, и задать интересующие вопросы, звоните по телефону 8 908 762 09 51. В детстве Елена Богоданова увидела на стадионе вывеску, на которой были написаны вдохновляющие слова про олимпийцев. Это произвело на Елену большое впечатление. И с тех пор в нее закралась мечта стать олимпийской чемпионкой. Она ходила в секцию легкой атлетики, потом баскетбола. Но надолго там не задерживалась. На школьных соревнованиях Елену заметил тренер и пригласил ее к себе на тренировки по легкой атлетике. С этого все и началось. Елена не расстается со спортом уже на протяжении более 20 лет. Участвует в различных забегах по городам России. Сейчас она выбрала для себя направление триатлона. В студенчестве у нас в лагере проходили соревнования, там между отрядом соревнований, и там был триатлон. Там плавали 300 метров, потом 5 километров в велосипеде ехали и бежали километры. Мне очень нравилось, как все это проходит. Участвовала в одних соревнованиях, где я проплыла 100 метров кролем еле-еле. Я 50 метров и 50 метров уже на спине захлебываюсь, там доплывала. Я думаю, Лена, вот как раз момент, когда тебе нужно научиться плавать. Елена обучалась плаванию вместе с тренером, и теперь на соревнованиях по триатлону она показывает значительные результаты. Спортсменка приняла участие в Айрон Стар Нижний Новгород 2024 в индивидуальной гонке на дистанции Айрон Стар 113. Гонка длиной в половину железной дистанции. 1,93 километра плавания, 90 километров велогонка, 21,1 километр бег. Плавательный этап проходил в акватории Грибного канала. Велогонка по центральным улицам города мимо стен Нижегородского Кремля, вдоль набережной реки Волги и главных достопримечательностей города. Беговые маршруты на обновленной набережной Грибного канала. Елена Богданова заняла шестое место в категории женщины 30-34 лет. У Саровчанки уже более 200 стартов. Гармонично везде себя вкладывать в работу. Это определенный период с 8 до 4 до 5. Потом у меня на семью время идет. И вечером у меня идут тренировки. Плавание у меня вообще идет. Самый последний сеанс плавания. С 15.9 я плаваю, дети в это время уже спят. Чаще всего. Велосипед для триатлона я тренирую чаще всего в 5 утра. Я просто получаю от этого энергию заряд для бытовухи, для обыденных человеческих дел. Благодаря спорту Елена Богданова и путешествует по разным городам, расширяет кругозор. У Елены девиз по жизни – каждая минута с пользой для жизни. Спортсменка рассказывает, что тяжесть тренировок всегда компенсируется приятным чувством после соревнований. Из всех видов велосипеда и плавниц я перешла ко мнению триатлетов, что самое сложное – это бег. И когда тренируешься, некоторые тренировки достаточно тяжелые, не все легенькие, как казалось бы. И иногда вот бегаешь, скоростные интервальные тренировки. Бежишь и думаешь, настолько тяжело уже становится. И думаешь, Лена, зачем для тебя это все надо? Потом приезжаешь на соревнования, и вот эта вот эмоция, атмосфера спортсменов, которые заряжены единой целью, спортивным духом. И вот приезжаешь, выступаешь и понимаешь, вот для чего я тренируюсь. В больших планах у Елены Богдановой выйти в следующем сезоне на международный уровень. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Субтитры предоставил DimaTorzok